Добрый день! В прямом эфире новости на 12-м канале в студии Регина Абузарова. И вот главное к этому часу. Люди покидают свои дома, берут только самое необходимое. Буквально 15 минут вот так вот нас затопило. Как жить дальше? В Русскополянском районе под воду ушли дома и машины. Наши корреспонденты работают на месте. Ждем новых подробностей. В темноте и страхе. Жители нескольких многоэтажек в городке нефтяников боятся выходить на улицу. Вместо лунных кратеров – умские магистрали. Почувствовать себя настоящим байкером на таком Марсе могут даже те, у кого нет водительского удостоверения. А мечи покоряют Сколково. Чем удивляют наши разработчики? Атакуют целые леса. В области проснулись еловые усачи. С чем связано нашествие и есть ли серьезная угроза? Ситуацию с затоплением сел в Русскополянском районе взял на личный контроль губернатор Виталий Хаценко. Глава региона поручил министру региональной безопасности Алексею Кубицу объехать все населенные пункты, куда пришла вода, и оперативно доложить о ситуации. Проверку начала и районная прокуратура. С каждой минуты вода прибывает. По предварительной версии причиной стало активное таяние снега. Большая вода, по словам специалистов, пришла с полей. Правоохранители проверяют то, как были организованы противопаводковые мероприятия. Часть жителей из-за затопления пришлось эвакуировать. Мы эвакуировались через окно. Ну тут, чтобы не прыгать, и как-то по стремянке сходили. Там по стул, на стул, на подоконник и сюда. Для меня вот этот потоп, конечно, первый раз. Я это вижу. Это, конечно, страшно. И вот когда нашла вода под дом, то прям шум был такой очень ужасный. По словам местных жителей, большая вода появилась на близлежащих полях еще несколько дней назад. Сегодня потоком хлынуло в населенные пункты. Затоплено немало построек и домов. Администрация Русско-Полянского муниципального района проводит мероприятие по водоотведению. В селе Сибирское готовы два пункта временного размещения для граждан. О размещении в эти пункты никто не обращался. Силы и средства МЧС России находятся в готовности для оказания помощи. На месте работает наша съемочная группа. Что еще говорят местные жители и удается ли справиться спасателям со стихией, расскажем в следующих выпусках новостей. Тем временем поднялся и уровень воды в РТШ. Отметки значительно превышают прошлогодние. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Показатели выросли на 25 сантиметров всего за пару недель. Специалисты утверждают, на это повлияло активное таяние снега. Так, начиная с 24 марта, уровень реки каждые сутки поднимается до 3 сантиметров. Как выяснилось, увеличились и сбросы воды из Шульбинского водохранилища. Отмечу, что активный рост показателей обычно наблюдается во второй декаде апреля. Но даже несмотря на это, опасных отметок, по словам метеорологов, не ожидается. Техника собственной сборки, окопные свечи и маск-сети – все это студенты и сотрудники Сибади отправляют на передовую. Так, наряду с учебными кабинетами появились импровизированные цеха. Используют в работе в том числе современное оборудование. С помощью 3D-принтера распечатывают даже комплектующие для боеприпасов. Собирают и крупную технику для отправки за ленточку. Подробнее в материале Валентины Шемякиной. Заказанную помощь и поддержку выполнения задач специальной военной операции. Спасибо, братья! Победа будет за нами! Слова благодарности прямиком с линии фронта. Две таких буханки купили и передали бойцам студенты и сотрудники военно-учебного центра Сибади. Сегодня в университетской автомастерской собственными силами собирают квадроцикл. Техника и дело не ограничивается. В одном из помещений развернулся настоящий цех по производству окопных свечей. За ленточку военно-учебный центр отправил их уже более 700 штук. Я чувствую причастность к большому делу. Нашим парням сейчас тяжело на передовой, и я хочу им как-то помочь. Идея волонтерского производства пришла внезапно. Кажется, на этом настояла сама судьба. Раньше такой же цех работал в одной из омских школ, но ее закрыли на ремонт. Сотрудники передали оборудование и материалы в университет. Окопные свечи универсальны и жизненно необходимы для бойцов. У нее можно погреться, разогреть еду и подсушить одежду. Выдает ее присутствие лишь пламя, которое горит до 8 часов. Ни дыма, ни запаха. В своей волонтерской деятельности используют даже современные технологии. 3D-принтер печатает небольшие, но важные на фронте детали. Это устройство, приспособление для облегчения снаряжения магазинов патронами. Используется нашими воинами для снаряжения, когда нужно много магазинов сразу снарядить. Тем более, учитывая сейчас погодные условия, на холоде пальцы быстро застывают. И тяжело много магазинов снаряжать просто руками. Это еще не все возможности оборудования. Печатают на 3D-принтере и комплектующие к боеприпасам. Разработали по заказу с фронта вот такие специальные детали для снарядов, которые будут сбрасываться на врага. Для полноты снаряжения плетут маскировочные сети. За время работы создали уже 20 полноценных комплектов. Для понимания ими можно накрыть целый танковый батальон. Охватить такой фронт работ сложно. Без преувеличения в помощи бойцам задействован каждый студент. Потому что это считается патриотизмом. И каждая сеть может спасти бойца. К волонтерству подключаются не только студенты и преподаватели, но даже дети сотрудников. Так, сын одного из них передал за ленточку свой домашний квадрокоптер. За пять раз он дважды вскрыл действия противника на противоположной стороне реки. Потому что его используют пантанеры. О своих тут точно не забывают. Множество бывших студентов военно-учебного центра сейчас защищают честь страны на передовой. Причем отправились туда добровольцами. Преподаватели постоянно поддерживают с ними связь. Ждут звонков. Но пока готовят новых, не менее смелых и отзывчивых студентов. Валентина Шмякина, Сергей Гаврилов, 12 канал. А Мечей ждет значительное потепление. Но оно будет кратковременным. Уже сегодня, по данным Опертышского управления по гидрометеорологии, воздух прогреется до плюс 16. Завтра столбик термометра может подняться еще выше. Но при этом в утренние часы ожидается туман. В субботу также не исключен дождь. А порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Да и тепло задержится ненадолго. Уже в ночь субботы на воскресенье температура местами опустится до минус 10. Если верить долгосрочным прогнозам, вся следующая неделя будет достаточно прохладной, но с плюсовыми показателями. Однако возможен снег с дождем, а потепление ожидается только к выходным. С приходом тепла в Омской области обнаружили опасного лесного вредителя. Большие черные еловые усачи активно атакуют леса. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Их движение замечено в Теврийском и Знаменском районах. Насекомые считаются наиболее массовыми вредителями. Они наносят деревьям серьезный ущерб. Их основной лед начинается с мая и июня и длится до августа. Есть мнение, что усачи опасны и для человека. Но, как поясняют специалисты, это заблуждение. С целью локализации очагов на лесных участках будут проводить комплекс мероприятий. По борьбе с вредителем пояснили в ведомстве. Марсоход для Омских улиц и приложение по диагностике дизельных машин. Жюри определило полуфиналистов конкурса «Стартап-тур-2024». От фонда «Сколково» выбрали 15 проектов. Победителя конкурса определяются 9 апреля на площадке «Точка кипения Омск». Тема этого года – региональный форсаж. Какие перспективы открывают перед участниками и какие интересные проекты разработали Омичи, расскажет Наталья Змага. Тротуарный мотоцикл колесит по ангару. Марсбайк – новая категория транспорта. Что-то между велосипедом и мотоциклом. Электрический скутер весит всего 35 килограммов. И парковать его можно даже на балконе. Почувствовать себя настоящим байкером на таком Марсе могут даже те, у кого нет водительского удостоверения. Еще плюс – экологичность. А заряжается он от обычной сети в розетке. Запаса хода хватает на 100 километров. Средняя производительность пока 30 штук в месяц. Но уже в ближайшее время она увеличится. В перспективе появятся трехколесные версии для перевозки грузов. В реализации задуманного бизнесмен надеется на помощь экспертов Сколково. Признается, что стартап-тур в Омске – подарок судьбы. Сколково, помимо того, что занимается популяризацией стартапов, еще как раз дает очень хорошую компетенцию в качестве навыков. Это и финансовое образование, это и фронт-менеджмент. Всего на конкурс было подано около ста стартапов. Среди них и проект Сибади. Лаборатория, где трудится Ренат Салихов, занимается диагностикой дизельных двигателей. С помощью датчиков и программного обеспечения специалисты анализируют износ и проблемы узлов на крупной технике дистанционно. Студент у меня два года назад подошел и говорит, а почему мы не ставим датчики, почему мы должны приезжать к ним и устанавливать на машину? Это же так долго. Я говорю, слушай, согласен. А он говорит, у меня давно была идея, что не хочешь заняться? Говорит, давайте. И вот мы, собственно говоря, в рамках первого ВКР стартапа как раз и попробовали это все реализовать. Специалисты подключаются к бортовой системе машин и, находясь в офисе через мобильное приложение, получают данные о технике, которая может находиться в нескольких километрах от них. Получается график сам, да, то есть как накапливается у вас стружка. Если она резко пошла вверх, значит пора масло менять. Студенческий стартап Сибади в прошлом году занял второе место. В этом ученые надеются попасть в число резидентов Сколково. Экспертное жюри выбрало пять инновационных разработок в трех конкурсных треках. Информационные технологии, биотехнологии, индустриальные и энергетические технологии. Те 15 проектов, которые вошли в полуфинал, для них уже открываются перспективы. Каждому из них будет представлен билет на стартап Виллдж. Каждому из них будет представлен сертификат о прохождении экспертизы Сколково. Полуфиналисты могут получить статус резидента после прохождения комиссии онлайн. В очном этапе у них будет всего пять минут на представление проекта. Можно выиграть 300 тысяч рублей и призы от спонсоров и партнеров. А главное – получить налоговые преференции. Наталья Змакас, Аннат Токсанов, 12 канал. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Испытания зимой не прошли. Чтобы сохранить колеса, мечи объезжают колдобину. Состояние городских магистралей проверяет специальная комиссия. Кто и когда будет устранять нарушения? Зубы мамонта, ядовитые камни и настоящие сокровища. Кусок кварца и посмотрите. Фактически я миллионер. В Омском педуниверситете появились самые таинственные находки. Попасть под машину, получить перелом или оказаться жертвой преступника. Боятся жильцы многоэтажек на улице 22 апреля. Путь к их домам не освещен. И в темное время суток в микрорайоне хоть глаз выколи. Здесь же расположены социальные объекты. А по утрам вдоль проезжей части дети идут в школу. Вечером возвращаются из дома пионеров. Кто может пролить свет на темное царство городка нефтяников, выясняла Светлана Мельниченко. Окна домов и фары проезжающих автомобилей единственное, что в темное время суток освещает путь от остановки общественного транспорта «Хлебозавод» вглубь микрорайона. Фонарей вдоль проезжей части здесь нет, поэтому местные жители, а на этом участке порядка 10 многоэтажек, всегда стараются держать при себе ручные фонарики или включают телефоны. Боятся споткнуться, упасть в лужу или попасть под машину. Если вечером идти, представляете, какая у нас здесь территория? Лужи. Здесь тротуара как такового нет, потому что, смотрите, вроде бы он есть, но он весь ниже стоит, весь затоплен. Не пройти ничего, очень тяжело, особенно когда еще гололед. Люди здесь у нас ноги ломали. Эта дорога ведет не только к жилым домам. Здесь расположен детский сад, чуть дальше детский дом и гимназия. И вот здесь, на этом участке, открывается такая картина. Контейнерная установка, говорят местные жители, практически все время в таком состоянии. И сюда очень часто в позднее время приходят поужинать бродячие псы. А за моей спиной бесхозные гаражи, куда приходят ночевать лица без определенного места жительства. Неподалеку также расположены пункт приема металлолома и точки продажи спиртного, притягивающий сомнительный контингент. Встречаться с его представителями в темноте остерегаются. Тем более, что в микрорайоне уже происходили преступления. В округе здесь были случаи, что маньяки нападали на женщин, снимали, тут раз и кошельки. В общем, это очень темно и очень страшно. Территория находится в муниципальной собственности. В администрации города пояснили, чтобы установить фонари на пешеходной зоне и проезжей части, нужно построить линию наружного освещения. В текущем году такие работы здесь не запланированы, но участок обещают поставить в очередь и электрифицировать в рамках инвестиционной программы. Потребность в освещении данной территории учтена и возможность строительства будет проработана в дальнейшем при выделении необходимых лимитов финансирования. Всего до конца 2024 года в городской администрации планируют осветить 41 улицу. Строительство новых линий пройдет во всех округах Светлана Мельниченко, Юрий Репин, 12 канал. Другим темам. Хотел защитить детей, а мич, которого жестоко избил подросток, рассказал детали конфликта. Инцидент произошел на прошлой неделе в микрорайоне Рябиновка. В кадре видно, мужчина стал жертвой агрессивного школьника. Он стоит на коленях, предпринимает попытку подняться и получает от подростка удар ногой в лицо. За пару часов этот ролик облетел все соцсети и вызвал широкий общественный резонанс. В разговоре со съемочной группой 12 канала потерпевший пояснил, он отец двоих детей, поэтому, когда увидел драку, школьников не смог пройти мимо. Решил проявить активную гражданскую позицию, разнять хулиганов, но неожиданно стал для детей врагом номер один и едва не угодил на больничную койку. Я говорю, я тебя бить не буду, потому что ты малолетний, меня еще за это, может, арестуют и посадят. И потом я уже не помню. Как потом выяснилось, что пошел первый удар, потом я пришел в себя, зашел в магазин, купил продуктов и поехал на собственной машине домой. Так что, если там говорят, что я был пьяный, я абсолютно был трезвый. Позже школьники признали стражем порядка, драка была не настоящей, подростки баловались и поэтому разозлились, когда взрослый прервал игру. Итогом скандала стали сразу два заявления в полицию. Как оправдывают себя участники потасовки? Почему пользователи соцсетей недовольны реакцией полицейских? Как прокомментировали драку в администрации? Виноват ли нашумевший сериал? Подробности резонансной истории в новом выпуске проекта основана на реальных событиях Омск сегодня в 20 часов. Продолжаем выпуск. В Омскую область возвращаются цапли. Первую длинноногую красавицу сегодня увидели жители авиагородка. Птица безмятежно прогуливалась по льду озера Кирпичка. Судя по кадрам, автору ролика улыбнулась редкая удача. В его объектив попала краснокнижная белая цапля. Вероятно, она первая гостья в Омске. В птичьей гавани и других округах города их еще не встречали. По словам орнитологов, эта болотная обитательница вернулась с юга в Сибирь точно по графику. Весенняя миграция в самом разгаре. Впрочем, предупреждают специалисты, привыкнуть к этим пернатам и мечам не удастся. Цапли прилетают в наш город ради кормовой базы. Но гнездиться предпочитают в безлюдных местах. Поселятся они на лесных опушках и в рощах области неподалеку от воды. Омские юные грации в турнире по художественной гимнастике «Надежды Сибири» не оставляют шансов конкуренткам. И это несмотря на то, что им противостоят сильнейшие спортсменки из Москвы, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Помогают ли амичкам родные стены об этой и других новостях спорта в обзоре Алексея Дарьева. Определились победители мемориала Аганеса Крикорианца по фехтованию. В боях на саблях среди мальчиков первое и второе места заняли представители Новосибирской области. Амич Ян Вячин стал бронзовым призером. У девочек весь педестал заняли новосибирские спортсменки. Фехтование на шпагах сборная Омской области возлагало большие надежды на одного из своих льеров – Романа Опрятного. Очень хорошее соревнование. Всегда стараюсь укладываться на полную. Два года назад я смог взять бронзовую медаль в этом турнире. В следующем году мне не очень повезло. Проиграл за четыре. Но в этом году я очень с хорошим настроем. Готов бороться за призы. Отточил свою технику боя. Закваты, перехваты, выпады. Очень готов выступать на полную. В итоге Роман Опрятный сумел стать победителем турнира шпажистов среди мальчиков. Серебро в этом виде соревновательной программы также завоевал Амич Артем Пулькин. Среди девочек золото и серебро выиграли новосибирские фехтовальщицы. Третий результат показала спортсменка из Томской области. В Омске в эти дни проходят всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежда Сибири». Турнир, который носит имя Ирины Чащиной, собрал три сотни юных граций из Омска, Москвы, Ханты-Мансийска, Челябинска, Сургута, Нижнего Тагила, Новосибирска и Екатеринбурга. Все призовые места среди спортсменок, выступающих по программе первого спортивного разряда, заняли омские команды. Лучший результат у коллектива «Блестящие». На втором месте «Умницы», на третьем команда «Жар птица». Меня радует то, что дети, несмотря на то, что у нас сейчас очень сложные правила русские в России, они с ними справляются. Они уже научились бороться с собой, какое-то волнение перебарывать и выходить и показывать достаточный результат. Обладателями чемпионских титулов в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта в еще двух возрастах также стали команды Омской области. Алексей Дареев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 6 апреля. В Омске переменная облачность без осадков. В ночное время плюс 2, плюс 4. Дневная температура 7-9 градусов выше нуля. В районах облачно небольшой дождь. Ночью плюс 4, плюс 6. Днем до плюс 16. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!